Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Nissan Murano 2010 года выпуска двигатель 3.5 бензин вариатор, полный привод пробег на автомобиле 144 тысячи километров заменен на нем масло в вариаторе поднимаю капот смотрим уровень старого масла, состояние его масло проверяется на заведенном двигателе потом поднимаю, сливаем масло заливаем свежее прогоняем, сливаем и снимаем поддон нащупив сбоку фиксатор вот он фиксатор, его сверху поддеваем в сторону отодвигаем а потом, чтобы мерить мы его развернем в обратную сторону масло темненькое немножко в принципе масло в хорошем состоянии но нужно его заменить глушу поднимаю автомобиль поднял автомобиль вот у нас пробочка шестигранник на 10 выкручиваю и пока будет сливаться масло я сниму сбоку пыльник чтобы фильтр сбоку заменить и сниму воздухозаборник спереди чтобы поддон потом можно было снять вот такое масло откручиваю воздухозаборник на охлаждение коробки пластиковой три гайки шесть и Сбоку снимаю пластиковый пыльник. Четыре клипсы. Четыре клипсы. Сбоку мы снимали пыльник из-за этого фильтра. Вот он фильтр, мы его заменим, но предварительно я сейчас заливаю масло 4,5 литра и прогоняю во всех режимах, завожу, прогреваю, погоняю и потом сливаю его, а уже после этого снимаем поддон. Закручиваю пробку. Здесь на пробке уплотнительное резиновое колечко. Опускаю автомобиль. Вставляю. Так, эта воронка плотненько не встает. Беру оригинальное масло КЕ909-999-45, NS-2, пятилитровая фасовка. Заливаю 4 литра масла, 4-4,5 литра. На замену я брал две таких канистры и не спеша вливаю. Все, влил я 4,5 литра масла. Теперь запускаю автомобиль. Прогреваю его и прогоняю по всем режимам. Нажимаю на педаль тормоза, драйв, нейтралка и заднюю скорость. С задержкой примерно 5-7 секунд. 2-3-4 раза. За это она успевает пройтись по всем каналам свежее масло. И уже потом его сливаем. Все, поработал где-то минут 5. Прогнал по всем режимам. Теперь глушу автомобиль, поднимаем и сливаем масло. Все, поднял автомобиль. Сливаем опять масло. Масло чистенькое было в автомобиле изначально. И то, что мы делаем. В принципе, даже можно было бы и не снимать поддон. Но мы уже взяли прокладку и хотим снять фильтр. Менять мы его не будем. Мы его снимем, промоем и поставим назад. Также промоем поддон и магниты. Фильтр здесь внутри стоит сетчатый металлический. Поэтому его смело можно мыть. Пусть масло сцеживается пока. Поменяю сбоку фильтр. Менять его в принципе здесь легко. Пыльник. Пыльник. Отодвину я пыльник в сторону все-таки. Сниму 4 клипсы. И вот здесь два самореза. Отодвину его в сторону. И будет удобнее. Уже здесь не надо будет из-за угла работать. Здесь Т-20 бита. А вот эти клипсы можно даже не снимать. Они у нас держат брызговик нижний. Снимаем только две верхних. Топ. Используйтесь с ними также. Топ. 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 КОНЕЦ Ну и все. Вот он фильтр Здесь трубки в хорошем состоянии Автомобиль полностью эксплуатировался у нас в Краснодаре С момента покупки никакая соль его здесь не поела Снимаю хомуты Здесь сейчас положу тряпку О, шланг снятый Шланг снятый, значит сюда лазили Что-то здесь делали Потом я его поставлю Но судя по фильтру По коррозии Он давно не менялся Хотя не такой он и грязный Так, тряпку положу И снимаю второй хомут Меха Синемка КОНЕЦ Меха КОНЕЦ 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 а второй хомут я наверно пока вниз опущу вот так вот беру головку на 12 и три болта откручиваем все фильтр снят вот так вот 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 Продолжение следует...